В этом модуле вы познакомитесь с принципами создания пользовательских учетных записей, учетных записей компьютера, изменением учетных записей пользователей и компьютеров, создание шаблонов пользовательских аккаунтов, включение и выключение учетных записей пользователей и компьютеров, сброс учетных записей компьютеров, поиск учетных записей компьютеров и пользователей в актингаритере и сохранение запросов поиска. Тема. Создание учетных записей пользователей. Как системный администратор вы должны иметь предоставлять доступ к различным системным ресурсам. Для этого необходимо создать пользовательские учетные записи для того, чтобы нужно было идентифицировать пользователей и предоставлять им права на определенные ресурсы. После окончания данной темы вы сможете объяснять назначение пользовательских учетных записей, знать правила создания пользовательских аккаунтов и их месторасположения на мотивомекторе, описывать опции паролей пользователей, выяснять схему смены паролей пользователей домена, создавать локальные и доверенные учетные записи. Что такое пользовательская учетная запись? Пользовательская учетная запись или аккаунт – это информация, которая идентифицирует пользователя в операционной системе Windows 7.233. Учетные записи бывают локальные, такие учетные записи хранятся в локальной базе данной безопасности операционной системы, или доменные, хранящиеся законы в службе каталогов активно-минутами. Учетная запись обычно состоит из полного имени пользователя, имени для регистрации и пароля, а также информации о членстве в тех или иных группах, членом которой имеются пользователи. Учетная запись также характеризует тип доступа, который пользователь может иметь к компьютеру или сетевому ресурсу. Аккаунты пользователей можно использовать для того, чтобы, например, дать пользователю возможность работать за компьютером под своей учетной записью, либо запускать определенные службы на компьютере от лица полномочного пользователя. А также для управления доступом пользователя к ресурсам активно-минутами, таким как, например, сетевые папки и принтеры. Вам следует посмотреть презентацию, которую находятся на диске слушателей, и называется «Types of User Accounts» — «Типы пользовательских учетных записей». Эта презентация описывает различные типы учетных записей и различные уровни доступа этих аккаунтов. Имена для обращения к аккаунтам в Active Directory. Существует четыре типа обращений к объектам в Active Directory, в том числе и пользовательским аккаунтом. Так, каждая учетная запись в Active Directory обладает следующими типами имен. «User Lagoon Name» — «Имя для регистрации в операционной системе». «Pre-Windows 2000 User Lagoon Name» — «Имя для регистрации составных операционных систем до Windows 2000». «User Principal Lagoon Name» — «Полное имя пользователя с указаниями данных». «Имя для регистрации» — «Имя пользователя для обращения по протоколу LDAP». При создании учетной записи администратор вписывает имя на регистрацию пользователя, а полное имя пользователя должно быть уникальным в пределах контейнера, где создается такой экран. Пользователь же должен указать это имя только однажды при регистрации в операционной системе, а также должен указать свой пароль и домен, в котором находится его учетная запись. Имя пользователя может содержать до 20 символов. Несмотря на то, что поле вмещает более 20 символов, операционная система Windows Server 2004 символов после 20 не рассматривает и может содержать любую комбинацию букв и цифр, под исключением следующих символов. Прямой слэш, обратный слэш, квадратные скобки, двоеточие, точка с запятой, прямая черта, равно запятая, плюс звездочка друг вопроса, угловые скобки и кавычки. Обратите внимание на слайд. В нем представлены 4 типа имени одного и того же пользователя в акте-директоре. Первое. Имя для регистрации. JAdams. Второе. Имя для регистрации в составах операционных систем в формате имя-дамя, обратный слэш, имя пользователя. NWTraders.jadams. Полное имя пользователя. JAdams.at.nwtraders.msfk И полное имя пользователя по протоколу LDAP cn равно jAdams, cn равно jAdams, dc равно nwTraders, dc равно msft. Имя для регистрации с операционных систем до Windows 2000 является NetBIO с форматом имени пользователя и, как следует из названия, используется пользователями для регистрации со старых операционных систем. Имя представлено в следующем формате. Имя-дамяна, обратный слэш, имя-пользователя. Однако пользователи могут использовать данный формат и в современных операционных системах, таких как Windows 2000, Windows XP или Windows Server 2003. Имена для регистрации с операционной системой до Windows 2000 должны быть абсолютно уникальными во всем времени. Пользователи могут также использовать эти имена для выполнения канала RMS или в целях вторичной регистрации. Примером имя для регистрации с операционных систем до Windows 2000 является nwTraders.jadams. Полное имя пользователя, называемое также user-principal name, DPA, состоит из собственного имени пользователя для регистрации, символа «эт» и доменного суффикса. Такое имя должно быть уникальным в пределах всего леса Active Directory. Доменный суффикс представляет собой обычное DNS имя-дамя, где находится пользовательский аккаунт, либо специальное доменное имя, созданное администратором исключительно для процесса регистрации пользователя. Оно может не представлять верный домен. Пользователи могут использовать такое имя для регистрации в домене, а также для использования в команде RMS или в целях вторичной регистрации. Пример полного имени пользователя DPN это jadams.nwTraders.nsft Имя пользователя по LDAP протоколу LDAP имя пользователя представляет из себя путь до объекта, такого как пользовательский аккаунт, внутри базы данных Active Directory с указанием контейнеров, в которых находится данный пользовательский аккаунт. Обычно пользователи никогда не используют LDAP имя, однако администраторы могут использовать LDAP имена для того, чтобы создавать или модифицировать пользовательские аккаунты из канала траки или с помощью скриптов. Все объекты используют одну и ту же схему LDAP имен, и поэтому все LDAP имена должны быть уникальными в пределах подразделения. Примером LDAP имени может являться следующее CN равно jadams, CN равно users, DC равно nwTraders, DC равно msft. Правило для создания соглашения об именах. Для успешной идентификации пользователей в домене необходимо выработать соглашение об именах пользователей. Хорошо спланированное соглашение об именах позволит вам легко и просто запоминать и находить пользовательские учетные записи в списках Active Directory. Хорошим примером может явиться уже существующая сеть с большим количеством пользователей. При создании соглашения об именах вы должны учитывать следующие критерии. Если вы предполагаете большое количество пользователей в домене, то вам необходимо предусмотреть возможность применения пользователей с одинаковыми уменами. Данный вопрос решается, например, с помощью комбинирования имени пользователя и первой буквы фрагменты или имени пользователя и специальных букв, идентифицирующих совпадающие имена пользователей при создании таких аккаунтов. Например, для двух пользователей с именем Judy Lu имена пользователей могут быть Judy L и Judy Le. В некоторых организациях также бывает полезным идентифицировать временных сотрудников отдельно. Для таких сотрудников можно видоизментировать схему имен путем добавления буквы T в имене, то есть темперши, временной. Примером такого имени может быть T-Judy L, что будет означать, что данный сотрудник временный. Имена пользователей регистрации должны быть уникальными в пределах Active Directory, а их полные имена должны быть уникальными в пределах всего домена, в котором они создаются. Размещение пользовательских аккаунтов в иерархии Active Directory. Вы можете создавать пользовательские аккаунты в любом домене в лесу Active Directory или в любом подразделении своего домена. Обычно расположение пользовательских учетных записей отражает их географическое местоположение или административную принадлежность в организации. Правильно структурированная иерархия объектов в Active Directory позволяет вам легко и просто назначать доступ к тем или иным ресурсам в Active Directory, а также указывать уровень доступа пользователей к этим ресурсам. Располагайте пользовательские аккаунты таким образом, чтобы их было легко администрировать. Географическая модель. В географической модели вы располагаете пользовательские учетные записи в доменах, которые соответствуют их физическому местоположению. Такая модель подразумевает расположение пользователей как можно ближе к контроллерам доменов и позволяет пользователям регистрироваться в домене, даже если связи с головным домен-контроллером по глобальным линиям недоступны. Опции паролей пользовательских учетных записей. Опции паролей в свойствах учетных записей пользователей позволяют настроить политику введения паролей для этих пользователей. Опции пароля доступны либо при создании учетной записи пользователя, либо в последствии свойствах учетной записи пользователя в отраске Archive Directory Users and Computers. Администратор имеет право устанавливать любые из ниже перечисленных параметров. User must change password at NextLog. Пользователь должен сменить пароль при следующей регистрации. При установленной опции пользователь, зарегистрировавшийся в системе впервые, должен будет сменить пароль на новый. User cannot change password. Пользователь не имеет права менять пароль. Password no more expires. Срок действия пароля не истекает. В целях безопасности старайтесь не использовать данную опцию. Account is disabled. Учетная запись отключена. Когда следует требовать или запрещать смену пароля. В целях поддержания системы безопасности рекомендуется периодически требовать от пользователя и смену паролей. А в некоторых случаях запрещать смену пароля. Так, для этого существует практика, когда пользователи периодически, через какие-то промежутки времени, меняют свои пароли на новые, для того, чтобы пароли случайно не стали доступными для других пользователей. Для этого вы должны будете в свойствах пользоваться скаучетной записи, установить опцию require password changes. Также вы можете использовать эту опцию, когда вы создаете новую учетную запись пользователя, назначаете на нее пароль, а потом пользователь, обязанным после регистрации, изменить пароль на свой собственный. Запрет на смену пароля обычно ставится на специальные учетные записи, используемые службами операционной системы. Сами службы этот пароль, конечно же, менять не будут, и все управление паролями для таких аккаунтов будет возлагаться на администратора приложения или сервиса на таком компьютере. Также можно запрещать смену пароля для локальных учетных записей, которые не будут использоваться обычными пользователями для регистрации.